Охрана труда – два простых слова, однако именно они несут в себе не просто глубокий смысл, а своеобразную идеологию работы. Если вышел на производство, стройку, сел за руль автомобиля, будь бдителен и внимателен. К сожалению, набор правил, которые обязаны соблюдать при выполнении своей профессиональной деятельности и нанимателей, и специалисты, написан сотнями печальных историй. И почему это понятно не всем – вопрос по-прежнему открытый. Мобильная группа, созданная при Брестском горосполкоме, на регулярной основе проводит мониторинги и выезды, общается со специалистами на местах, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения на особо важных производственных участках. Да, нарушения выявляются, однако контроль остается и за тем, как устраняются замечания. В крайних случаях здесь готовы применить самые серьезные меры воздействия. За 2020 год у нас произошло 26 нечастных случаев. Мобильной группой мы проверили 156 субъектов хозяйства, выявлено порядка 2700 нарушений. По каждому выезду, каждому субъекту хозяйства даются рекомендации, ставятся сроки исполнения и, конечно, осуществляется контроль. В текущем году произошло три несчастных случая. Все несчастные случаи произошли по личной неосторожности. Поэтому наша задача именно со специалистами по охране труда, отвечающими именно на предприятиях по вопросам охраны труда, сработать на предупреждение, проверить и усилить контроль за проверкой знаний по охране труда. Поэтому работу в данном уровне будем продолжать и, самое главное, сработать на предупреждение. Работа мобильных групп – это аккумулирование сил представителей различных служб, ответственных за безопасность на производствах. Их задача – помочь работодателям выйти на нужный уровень условий труда, обеспечить профильным специалистам своевременную подготовку и переподготовку. Обучение инспекторов по охране труда мы в течение года проводим где-то 1500-1000 человек, специалистов, отвечающих за охрану труда. Вот, к примеру, в текущем году мы тоже, мобильные группы уже осуществлены рейды, 19 рейдов осуществлено. Проверено 41 субъект хозяйствования, выявлено более 800 нарушений. Опять же, как я и говорил, что по результатам даются рекомендации, ставятся сроки их исполнения и, конечно, осуществляется их контроль исполнения. Главная задача, которую ставят перед собой руководство и представители мобильных групп – донести до людей информацию о том, к чему может привести халатное отношение к себе и своему здоровью. Особо жесткие меры будут применяться к тем, кто будет замечен на рабочем месте в нетрезвом виде. Посещение предприятий и организаций продолжится. Причем, как и в году минувшем, это будут как плановые, так и внеплановые визиты. В основании этого плана выборочных проверок проводится, соответственно, исполнение, проводится проверка выборочная. Внеплановые в основном проверки идут, выявляются грубые нарушения охраны труда, где есть необходимость по устранению причин, чтобы не пострадал работник. Далее еще проводится по 510 указу мониторинги у нас, это согласие работодателя самого. И у нас в департаменте, соответственно, в лесном областном управлении проводится такой есть принцип по заявлению проверяемого субъекта, то есть обследование, где по результатам обследования выдаются рекомендации добровольно к устранению нарушений. В случае, если уже не будет устранено и где есть грубые нарушения, может быть иноцинировано назначение внеплановой проверки для устранения нарушений. Вопросы охраны труда в горосполкоме находятся на постоянном контроле. Как только будет необходимость, аналогичное мероприятие пройдет в очередной раз и соберет всех тех, кто глубоко и серьезно думает о теме безопасности.